Музыка Победы Посвящен памяти Великой Отечественной войны И также в этом году меня радует, что он посвящен песням и музыкальным произведениям, композиторам и артистам, которые вдохновляли людей на победу Хотела сегодня с вами провести урок по композиции Мой любимый урок И показать вам, как проще можно создавать картину Но начнем мы, пожалуй, с того, что у нас есть чистый лист, дорогие мои творческие друзья Которые мы будем наполнять изображениями Что же такое композиция? Композиция это содружество элементов, которые присутствуют в картине Это их компоновка, это их содержание, это их единство и совокупность И мы сегодня с вами на чистом холсте посмотрим, как это все можно воссоединить, составить на одном холсте Начнем с самого простого Например, у нас есть три предмета Три фрукта Например, если мы расположим предметы вот так Это одна будет композиция Но когда мы составляем их друг за дружкой, это другая композиция Видите, это содружество уже предметов Это уже какое-то единомыслие Одно дело, когда они находятся в центре Следующее дело, когда мы их можем переставить немножечко вот сюда Это другое уже настроение картины Другой градус картины И так мы можем периодичностью расставлять предметы по разным расстояниям Например, вот так Также классно располагать предметы в принципе не высоко и не низко Чтобы по большому счету они были где-то плюс-минус в середине, но не ниже Также моя любимая история в композиции это симметрия и асимметрия Например, слева это асимметрия Мы видим, насколько переполнена левая часть и насколько, например, пустая правая часть А вот эта симметрия, здесь все гармонично Здесь левая часть равна правой части И все между собой равноместно И вы также можете создавать какие-то предметы, уводить, например, в какую-то часть холста А другой оставлять более-менее воздушный Тогда будет асимметричная композиция Но также можно делать такие композиции, которые будут равны здесь и здесь одновременно То есть все равно какие-то предметы могут выходить где-то больше, где-то меньше И можете даже миксовать и делать асимметричную и симметричную композицию Идем дальше Например, вот здесь композиция Если мы посмотрим, она в принципе симметричная Здесь у нас относительно одни предметы и здесь относительно одни Дорога посередине И получается, что справа и слева у нас существуют плюс-минус одинаковые предметы И тут все равно симметрия не соблюдена Здесь все равно асимметрия Потому что вот здесь, например, у нас находятся домики Здесь церковь И все равно композиция смотрится, несмотря на разные предметы, равновесно По сути, она гармонична Потому что есть здесь центр дороги, здесь деревья и здесь деревья Мне очень нравится Также в облаках, если мы посмотрим Здесь какие-то облака у нас существуют А здесь нету, например, здесь более легкие облака И по кустам Здесь какой-то урожай, а здесь куст Здесь даже есть человек И если мы посмотрим, есть в центре человек, который точно определяет центр композиции Если мы еще также будем изучать эту историю, то мы увидим здесь перспективу И направляющие линии Сейчас покажу, что это значит Что такое направляющие? Это вот эти части, которые создают перспективу Там, где предмет меньше Например, человек здесь, он намного меньше, чем человек, который находится вот здесь Он побольше, так как он ближе к зрителю А этот человек, он маленький Он еще плюс с собакой И он поэтому, так как дальше, он намного-много меньше Здесь есть вот эти направляющие Также мы можем здесь увидеть такое понятие, как ритм Ритм – это вот эти образующие деревья Если мы посмотрим, они тоже уменьшаются Здесь вообще они полностью сливаются И чем ближе к зрителю, чем ближе к нам Больше между ними расстояние начинается И сами деревья увеличиваются Так же, как и люди Все предметы, которые ближе, они увеличиваются Дальше уменьшаются И есть линия горизонта Если мы посмотрим, там вообще очень маленькие предметы, маленькие домики А ритм – это то, что изображают сейчас деревья Они ритмично, последовательно, поступательно растут Видите, они здесь соблюдают свой какой-то ритмичный образ Также мы можем рассмотреть следующий рисунок Тема ритма и направляющие, и перспективы Тоже очень классная история Когда мы видим здесь ритмично расположенные деревья Они точно так же от маленького до великого вырастают Здесь малышки, вот они идут И постепенно они вырастают Также мы видим, параллельно вырастает и тень деревьев Вот, видите, они такие синие И очень классное сочетание Контрастное сочетание в композиции синего и желтого Оранжевого, можно сказать Любимые цвета Ван Гога Излюбленное сочетание синего и оранжевого Дальше мы видим с вами дорогу, которая уходит вдаль Точно так же есть, существуют направляющие линии Вот эти направляющие линии И дорога точно так же уменьшается Но так как у нее есть поворот, она начинает вот здесь вот находиться более узко И сюда раздвигается перед зрителем И буквально она входит на пол картины, расширяясь здесь Что создает эффект присутствия человеку Как будто бы человек сам идет по этой дорожке И скоро куда-то прибудет А деревья якобы провожают его и взывают в какой-то путь Заманивая его вместе и вовлекая вместе с облаками Очень классная здесь история Абсолютно простая, но именно за счет ритмично изображенных деревьев Классного сочетания, контрастного Здесь все вовлекает зрителя в это изображение И даже здесь мы можем почувствовать настроение и зной Который нам предвещает вот эта тень Синие тени, это всегда про жаркую вот эту погоду Также мне нравится, например, вот эта история Если мы посмотрим, есть у нас тема открытой композиции и закрытой композиции Вот это закрытое, потому что по сути вот это закрывает И создает такой фрагмент, отрезок данного изображения Оно как бы сжимает композицию, показывая зрителю именно вот этот отрывок Чтобы зритель обратил внимание именно на это стечение обстоятельств И дальше следующий прием Здесь также существует ритм И вот он как раз ритм, который уходит вдаль Мы видим в качестве балерин У нас здесь автор берет изображение и показывает его более ритмичным За счет фигур балерин Классная история И сзади поддержка также существует Якобы какая-то балерина у нас воспорхнула, показывая какой-то пироид Вот, мне нравится Это закрытая композиция Но что же есть открытая композиция, сейчас мы посмотрим Когда все продолжается за пределами картины Мы видим, как деревья здесь еще могут продолжаться Здесь ничто не сковывает композицию Здесь существуют домики, которые где-то тоже продолжаются И называется открытая композиция Кроме того, автор берет еще здесь, делает ритм Да, вот так же создает по деревьям Дорога, перспектива Классная история Связал несколько композиционных вариантов в одной картине Дорогие мои творческие друзья Я хотела бы вам сегодня показать, как просто можно сделать композицию Исходя из золотого сечения Потому что это часто используемая история Не только в картинах, но и в принципе в фотографиях Видеографии И вам она обязательно понадобится Для того, чтобы правильно составлять композиции Смотрим Чтобы его написать, нам нужно понять высоту холста Ну, вот это примерно вот так Здесь у меня 40 сантиметров, здесь у меня 60 сантиметров Мне нужно вот отсюда вымерить 40 сантиметров Плюс-минус Я здесь делаю на глаз, чтобы показать это сечение Вам для примера Вот я примерно понимаю, что если здесь 40 То здесь тоже примерно начинается 40 Я провожу линию Ну, это тоже на глаз Нам нужно приблизительное измерение Дальше я ищу такой же квадрат, например, вот в этом сечении Вот оно, сечение следующее Я смотрю, мне нужно ровно такую же длину Опустить сюда вниз И она, наверное, примерно плюс-минус будет Ну, вот давайте я на глаз делаю Вот так вот Вот тоже квадрат По-моему, похож на квадрат, да? Ну, чуть пониже вот я его сделаю Нам можно окарываться Плюс-минус Вот, главное, чтобы это был на глаз квадрат Вот, квадрат, да? Что мы делаем? Вот смотрите У нас здесь квадрат и здесь квадрат Мы проводим линию, которая будет у нас такая, знаете, как круг Вот Хорошо бы, если бы эта линия еще вот здесь задевала стеночки Да? Вот Отлично И здесь мы делаем то же самое по кругу Ведем эту линию по квадрату Вот так вот Чтобы это было продолжение дуги И мы видим, как вот эта дуга начинается у нас Дальше то же самое Мы смотрим Нам нужно вот ровно такую часть сделать квадрат И мы вот здесь ее подцепляем Вот она есть И вот здесь мы делаем Опять этот квадрат нашли Мы нашли здесь квадрат И она есть И точно так же мы дугу продолжаем здесь Вот сюда ведем ее И у нас получается дугообразная история Вот закругляется Очень интересный геометрический такой прием Очень весело Вам будет его создавать Дальше мы смотрим Вот здесь совсем малыш квадрат Мы его так же делаем сюда Вот У нас с вами еще И так же дугу Видите, квадратик здесь Так получился у нас квадрат здесь Квадрат здесь Квадрат здесь Здесь квадратик И они каждый раз уменьшаются у нас в размере Что очень увлекательно И мы смотрим Также проводим дугу Видите, как у нас закручивается дугообразно И дальше, что мы, конечно, делаем Мы здесь начинаем искать с вами квадрат Вот он Мы уже тут легче находим Потому что это уже меньшее изображение Когда здесь, конечно, сложнее искать квадрат А вот здесь, чем меньше, тем проще И вот уже меньше квадрат у нас становится И мы берем, заворачиваем дугу И так до бесконечности, в принципе, можно создавать Дальше вот здесь квадрат Вот он уже И мы так же дугу сюда продолжаем Тут квадрат И вот сюда И то есть все становится мельче, 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 мельче Нам это необходимо для того, чтобы поймать эту дугу Вот мы ее как раз и воспроизвели Она у нас идет как ракушка Для чего мы это сделали? Сейчас я покажу Давайте сейчас рассмотрим Тот же самый портрет Монолизы И мы расположим его вот так вот Пожалуйста Только это в другом сечении, да? В зеркальном Мы видим, что основные элементы, на которые смотрит зритель Находятся именно вот здесь Все смотрят на эти части, которые расположены в этих кругах В этих дугообразных секторах Вот то самое золотое сечение Мы видим, как располагается предмет Также мы здесь смотрим Что говорит нам о том, что мы можем зеркалить это сечение И исполнять его с разной стороны холста Делать вертикально, делать горизонтально Именно вот в этих частях располагать самые главные предметы Здесь автор расположил взгляд, на который смотрит зритель первым Дальше он смотрит сюда Видите? И так располагается вся история То есть это то сечение, куда направлен зрительский взгляд Также вот здесь Здесь вообще раздробили голубя по всяким различным секторам золотого сечения Туловище Клювик Нос Вот эта пропорция Вот эти дугообразные истории, которые включают себя Также мы можем посмотреть на нашу ушную раковину Она точно так же расположена И все предметы в природе и в нашей жизни Они именно идут по золотому сечению Если мы посмотрим на ухо То здесь тоже оно идет по дугообразному направлению И это самая гармоничная история, которая встречается в природе И на которую зритель очень хорошо реагирует Потому что все вот эти дугообразные линии плавные Они вселяют нам безопасность Они вселяют нам уверенность И такую, знаете, историю цветов Даже глядя на цветок, мы видим, насколько здесь очень много дугообразных Все здесь идет по линиям И это очень красиво, можно стать свидетелем природы И все в природе создано благодаря вот этим дугообразным витиеватым линиям Они очень гармоничны и вселяют много безопасности Дальше у нас идет правило третей Это самое упрощенное правило, оно похоже на золотое сечение В принципе, это упрощенное золотое сечение Можно на него посмотреть Мы делим на третий каждый лист по вертикали и по горизонтали Здесь автор нам показывает вот эти сочинения Где в каждой точке есть главный предмет Мы здесь видим точку основную и восходящую мачту Что говорит о позитивном настроении И также вот эти волны мы можем посмотреть Они более позитивные, да? Что вселяет уверенные зрители Дорогие мои творческие, я очень рада, что этот фестиваль посвящен песне и музыке, которые вдохновляли солдат на победу И сегодня я хочу написать картину Клавдии Шульженко Портрет Клавдии Шульженко, которая пела песню «Синий платочек» Мы сегодня разместим, как раз-таки ссылаясь на золотое сечение Портрет Клавдии Шульженко именно вот здесь, в золотом сечении А здесь мы пустим тот самый голубой платочек Когда она выступала и держала этот платочек в руках Для этого нам понадобится масло Когда я пишу портрет, я делаю сразу палитру вот здесь Потому что это будет легче писать и не отвлекаться от портрета Я беру основные цвета Это белый Это красный Это желтый Это черный Мы сделаем образ Клавдии Шульженко Мы не будем торопиться к тому, чтобы создать фотографический образ Мы больше показываем именно то настроение, которое создает эта песня Также я еще возьму розовый цвет Мы сейчас из них будем создавать телесные оттенки Как создаются телесные оттенки? Это я делаю по технологии, которая упрощенная Я смешиваю красный с желтым И получаю вот такой алый цвет Если привнести в него черного чуть-чуть То он будет уходить все больше в охру Так, охра С красным Нам нужно, если много желтого То это будет зеленоватый А если с красным То это более охристый оттенок Это именно и есть То самое Сочетание телесных оттенков Если мы привнесем сюда белый То мы увидим вот как раз тот самый телесный оттенок Видите? Именно из этого мы будем создавать с вами сейчас лицо Я предлагаю сделать лицо небольшим Вот так как у нас сечение золотое Мы прямо сюда расположим лицо Пусть оно будет вот относительно вот такое И мы сейчас сразу его закрасим Телесный цвет Это база На которой мы будем с вами опираться И здесь будет шея Здесь будет плечи Мы оденем какое-нибудь красивое платье на нее Здесь будут ее руки И нам важно Сделать так, чтобы Например, вот здесь будет платочек В ее руке Сейчас мы настраиваем Именно образ Так, сюда И здесь Прикроется платочком рука Вот платочек может вот сюда идти Показать руку И вот здесь подхватить И уйти вот сюда вдаль Например Мы сейчас просто покажем это И сейчас будем просто Акцентироваться на лице Дальше будем создавать Уже остальные элементы Потому что здесь В данном случае Лицо будет достаточно Относительно сложно Но я покажу вам Как это можно сделать полегче Можно даже попробовать Иногда писать пальцами Потому что вот так вот Распределяется все У нас здесь Вспоминаем Желтый, красный, белый И черный мы добавили И вот эти оттенки Периодически можно добавлять Они по оттеночкам Видите, разные Вот здесь вот есть красный Более такой алый цвет Здесь, если мы добавим розовый Сюда То будет более розовый оттенок Но тоже телесный И вот так вот Из нескольких цветов Можно преобразовывать цвета Нам нужны вот эти все Разные оттенки Обратите внимание И мы потихонечку Начинаем создавать щечки Это более красные Красные оттенки для щек Так Дальше Мы сейчас создаем Коричневый цвет Который нам поможет Мы берем красный И смешиваем с черным Вот смотрите Какое волшебство Получается Мы взяли всего Несколько оттенков Раз Два Три Четыре Пять Пять цветов И создаем тысячу оттенков За что я люблю Цвета Можно взять несколько И создавать Нам нужен коричневый Мы им будем располагать Наши бровки Носик И смотрим Вот это лицо Вот его расположение Здесь вот оно Круг Сначала очерчиваем Дальше Мы смотрим Нам нужно изобразить Лицо Вот мы видим предел Здесь подбородок И здесь макушка Где будут волосы То есть мы на волосы Оставляем вот Вот такую часть Как пишется правильно лицо Мы делим его Разделяем его Вот так вот Ну например Можно даже Вот коричневым цветом Я вам разделю Чтобы было понятно И у нас есть Вот эта плоскость Мы ее делим На три Части Раз На три равные части Вот Два-три Здесь у нас будет Волосы А вот это будет нос А вот это будут губы Вот это окончание носа Это Пишем треугольничком Сам нос И здесь бровки Вот это примерное расположение Которое мы сейчас будем отталкиваться Мы создаем брови Брови у Клавдии Достаточно Такие Сдернутые И мы можем пальчиком Здесь тоже их указать Сначала пишем Кисточкой И потом можно пальчиком Сделать мягче Затемняем вот эти части Глаз Коричневым цветом Берем вот здесь вот Кисточкой И затемняем нос Где будет нос И затем пальчиком Сейчас давайте покажу Так Мы вот эти части Можем показать Вот просто как будто бы Растушевывать Вот так можно провести И вот так И чистим пальчик Да Вот это будет у нас Лицо Да Также с обратной стороны Мы берем коричневый цвет И Создаем вот Вот эти части Чистым пальчиком Берем и растушевываем Вот эти части Вот Вот мы уже видим нос И бровки А вот здесь Будут уже у нас Глаза Дальше Можно середину носика Выбелить Вот так вот Потому что вот эта часть Так как она Сильно выпирающая Она должна быть белая И можем также Ее смазать Например Чистым пальцем Я вот здесь вот Протираю пальцы Чтобы они были чистые Можете тряпочкой Пользоваться Я люблю Вот так вот Оп И вот носик Подходит у нас И нос Показываем внизу Вот здесь Вот так вот Черненьким Вот у нас уже Практически готов нос И мы Даем еще Такую Петельку Это вот Сюда у нас Кончик носа Который Дальше мы пишем глаза Самая излюбленная тема Писать глаза у девочек Которые Она очень простая Мы просто берем Делаем сначала Наши реснички Вот так вот Черным Делайте только верхние реснички Так будет лучше И дальше мы берем Белый цвет Относительно белый Вы можете протирать кисточку Также тряпкой Да Потому что я тут не протираю Видите протираю прямо Об холст Но можно взять тряпочку Протирать И пишем Глазки белые Сейчас будем зрачки На них делать Вот Получается уже образ Интересно Оживает картина у нас Давайте сделаем Голубые глаза Возьмем синий цвет И нарисуем полукруг Не нужно рисовать круг Потому что Когда мы пишем круг То глаза выглядят напуганными Мы сделаем полукруг Это то есть Вот Если мы посмотрим Глаз Мы делаем Вот такой полукруг Если мы будем делать глаз Сейчас покажу Если мы сделаем глаз Например Вот так И сделаем круглый Вот такой То это будет испуганный глаз Да Это будет напуганный глаз Который Вот так смотрит на человека Он пугает зрителя Но вот такой взгляд Он вселяет уверенность Он обволакивает Это такая материнская забота Мы точно такой же образ Хотим дать Здесь Нашей Клавдии Шульженко Потому что Потрясающий исполнитель Потрясающие песни Создает И обводим Вот этим кружочком Ее песня Вообще Песня Изначально Имеет очень большую историю И до того Как ее начала петь Сама Клавдия На самом деле Прошло очень много Много времени Относительно Чтобы Начала Чтобы именно Такая песня стала Которую мы слышим На сегодняшний день И зрачок Мы пишем Вот смотрите Мы написали с вами Вот такой Взгляд Вот у нас есть С вами зрачок И вот Ту точку Мы пишем Вот здесь Она находится Плюс-минус К нашей ресничке Верхней И тогда А потом От нее Вот такие штучки Это можно сделать Тоненькой кисточкой Мне сейчас Очень сложно Это будет делать Потому что Я это сделаю Ну видите Оно у меня Тихонечко Здесь Я это делаю И вот тут Добавляем Зрачок Вот И бровки Бровки Сдернутые Можно чуть-чуть Коричневого Добавить Потому что Они не обязательно Черные Должны быть У нее достаточно Открытый взгляд Поэтому бровь Я сейчас Надо приподнять Чувствую А сделаем Более открытый взгляд Чтобы был открытый взгляд Мы приподнимаем Да Вот у нас есть здесь Глаз Да И мы вот сюда Приподнимаем Более Открытый взгляд У нас получается У актрисы Идем дальше Нам нужен блик Как делается блик Мы берем Маленькую петельку Белого цвета И делаем Вот сюда На глазке Несколько бликов Это одна прям точка И тогда взгляд Уже заиграет И я думаю Что мы можем Сделать дальше С вами Щечки Также Да Можем немного Обвести Вот этот вот Наш овал Так И нам нужно Показать лоб Да То есть лоб Вот сюда Прошу прощения То есть здесь у нас лоб Здесь мы просто Можем выбелить Да Масло И показать лоб И дальше Вот здесь На макушке Будут ее волосы Вот здесь Сейчас покажу Примерно Она блондинка Мы сейчас Просто черным Укажем Вот этот цвет И покажем Краюшки Ресничек Вот только Черные Вот здесь Покажите Чтобы Лучше Смотрелся Взгляд Лучше Делать Самые Краюшки Черным Низ Лучше Не делать Когда мы Делаем Вот так Это тоже Пугает Лучше Вот чтобы Это выглядело Вот так Это более Спокойный Взгляд Чем Вот такой Вычурный Получается Так тоже Можно Но чтобы Добиться Такого Мягкого Эффекта Лучше Просто Делать Верхнюю Только Века И Так Мы С вами Сделали Образ Я думаю Пока Достаточно И мы Сейчас Покажем Нос Нос Пишем Просто Низ Уточняем Мы Делаем Только Образ У нас Нет Задачи Сделать Фотографическую Идентичность Мы Делаем Только Образ Вот Пожалуйста И Дальше Сделаем Улыбку Здесь У нас Улыбка Берем Аллу Помад И Будем Делать Аллу Помаду Вот Наша Актриса Клавдия Шуженко Мы Берем С вами Делаем Коричневый Цвет Сейчас Мы Будем Делать С вами Блондинку Как же Делается Блондинка Мы Все Знаем Как Можно Сделать Например Брюнетку Это Черный Цвет Или Например Шатен Это Более Коричневый Но Если Мы Добавим В этот Цвет Коричневый Немного Желтого Мы Найдем Ту Самую Блондинку Мы Докрасим Волосы Клавдии Так Вот Она У нас Поэтичная Женщина Мы Вот Эти Части Сделаем Темнее Потому Что Сюда Не Проникает Свет И Сразу Будет Видно Лицо Актрисы Черным Вот Здесь Сделаем А Потом Берем Например Я В данном Случа Могу Взять Мастихин И Создать Мастихин Это Такая Лопаточка Которая Будет Больше Позволять Мне Создавать Это Изображение Я Также Беру Желтый С красным Смешиваю Нахожу Охристость Как Хорошо Когда Палитра Прямо Находится Здесь Мы Можем Не Отвлекаться И Делать Как Работает Мастихин Мы Просто Берем И Тихонечко Делаем Вот Такие Витиеватые Сложно Сочиненные Волосы Например Вот У нас Уже Образ Поближе Дальше Снова Беру Кисточку То есть Важно Менять Разные Инструменты И Смотреть Здесь У нас Подбородок Сейчас Его Уточним И Берем Белый Цвет Потому Что Он Тоже Как И Нос Немного Должен Выпирать Немного Сильно Не Делаем Но Должен Быть Относительно Светлый Так же Как Лоб И Немного Подтянем Здесь Сверху Волосы Вот И Уже Достовернее Получается Изображение Сейчас Еще Будем Делать Волосы Что Мы Делаем Дальше Мы Здесь Уточняем Подбородок Убираем Да Чтобы Это Был Тоненькая У нас История И Вот Так Уточняем Шею Уже Кисточкой Поработаем Так То есть Вот Мы Буквально За Несколько Минут Создали С вами Плюс Минус Образ Человеческий Мы Берем Опять Для того Чтобы Сделать Цвет Блондин Блонд Берем Желтый Смешиваем С красным Видите Появляется Такой Более Оттенок Алый И берем Чел Так Черный Берем Да Немного Черного Прям По чуть-чуть Смешивайте Я взяла Много А вы Смешивайте По чуть-чуть Сейчас мне Нужно Будет Побольше Вот Вот он Самый Блондинистый То есть Должен Получиться Такой Охристый Оттенок Это значит Чуть-чуть Как бы Золотистый Научитесь Смешивать Если он Видите Более Коричневый Да Сейчас у меня Надо Добавить Немного Желтого Не бойтесь Краски Смешивайте И следуйте Поэтому Смешивайте По чуть-чуть Вот с краешку Смешивайте Чтобы Вот Вроде Получается Но зеленоватый Берем Красный Чуть-чуть Сейчас сюда И вот Он Все Потихонечку Выравнивается В охристый Оттенок Охристый Золотой И мы Начинаем Его Наносить На волосы Мастихином Я это Делаю Сейчас Покажу Как кисточкой Пусть будет Кисточка Лучше Чтобы Не путать Вас Вот И можем Белый Цвет Потом И по нему Сделать Вот такие Вот Кудрявые Волос Потому что Она Сама По себе Вот У нее Были Кудри Во время Выступления Вот Я предлагаю Сделать Фон Уже Надо подумать Какого цвета Будет фон Так как Будет у нас Голубой Платочек Сейчас мы Кстати Руку Покажем Тоже Возьмем Оттенок Телесный И Закрасим Руку Шею Руку То есть Вот у нас Тело Вот у нас С вами Будет Рука Да И здесь Будет развиваться Платочек В принципе Мы много Уже Все сделали Основной Образ Куда будет Смотреть зритель Мы сделаем Платье Сейчас Здесь Улыбочку Кстати Мне хочется Еще уточнить Немного Вот она Улыбается И развивает Синий Платочек Ну Да Сейчас Нам нужно Почистить Получается Вот эту Всю палитру Она нам Уже В принципе Не нужна И мы Можем Ее Соскрести И убрать К себе На палитру Убрать Нам уже Не нужно Мы сделали Основную работу Это портрет И дальше Будет импровизация Дальше Будет уже Легче Потому что Базовую работу Самую сложную Портретную Мы с вами Сделали И для этого Мы освобождаем Место Мы делали Палитру Специально Здесь Чтобы нам Легче Писать Портрет Чтобы не Отвлекаться На палитру А сразу Брать Здесь Цвета И сразу Писать Лицо Это Очень Хороший Прием Для написания Портретов Или Образов Как в данном Случае Мы Написали Образ Образ Очень узнаваем За счет Того Что Многие Видели Видео Где Клавдия Исполняет Произведение Синий Платочек И Вспоминает Именно Вот ее Кучерявые Волосы Я подумала Насчет Нашего С вами Фона Какой же Может быть Фон Если Будет У нас Платочек Голубой То Очень Классно В принципе Будет Смотреться На Контрасте Если Мы Возьмем Зеленый Цвет Что Предвещает Природу Землю Показывает Ее Просторы То Здесь Будет Очень Символично Я Здесь Полосу Сделать Голубого Неба С облаками Затем Взять Сектор Зеленого Возможно Будут Какие-то Элементы Пейзажа И вот Здесь Будет Развиваться Голубой Платочек Взывая Ввысь Мы Мы Исполним Композиция Композиция Которая Взывает Ввысь И Благоволит Позитивному Чему-то Мы С вами Сейчас Немножечко Удалим Краску Чтобы Голубой Цвет Не смешался Обычные Салфетки Берем И удалим Что-то Что На голубом Цвете Будет Намешать На голубом Пожалуйста Дальше Мы Берем Я Прямо Здесь Сейчас Вам Покажу Небесно-голубой Оттенок И Сделаем На небо Его Можно Отметить Что У нас Будет Еще Синенький Платочек Да Мы Его Более Сделаем Синим Небо Будет Небесно-голубым А Платочек Сам Будет Синий Потому Что Песня Про Синий Платочек Поэтому Мы Возьмем Разные Оттенки Небо И Сейчас Поработаем Можете Работать Кисточкой Я буду Работать Мастихином Мастихином Просто Мне Быстрее И Мы Здесь С вами Пишем Небо И Кстати Рекомендация Я забыла Вам Сказать Есть Такой Разбавитель Когда Вы Работаете Маслом Протрите Свой Холст Разбавителем Это Очень Важный Технический Момент Я Его Не Использовала В Портрете Но Это Не Так Критично Но Будет Классно Мы Кстати Поработаем Тряпками Сегодня Видимо Мы Создадим Вот Этот Самый Самое Небо Тряпкой И Разбавитель Видите Я Смешала И Все Единственное Главное Не Подцепить Желтый Цвет Потому Что Это Даст Зеленый Оттенок И Мы Очень Аккуратно Действуем Вы Можете Писать Кисточками Тряпками Мастихином Как вам Удобно То есть Нам Нужно Заполонить Вот Эту Часть Где Будет Небо И Вот Видите У нас Получается С вами Очень Хорошо Масштабно Действовать Тряпками Потому Что По сути Многие Творцы Живописцы Всегда Писали Тряпками Потому Что Это Самый Классный Материал Который Способен Масштабировать Очень Быстро Потому Что Буквально За одно Мгновение Мы Написали С вами Небо Вот Сейчас Создаем Мастихином Небо Вы Можете Делать Напомню Хоть Как вам Удобно Кто Какими Материалами Пишет Приветствуется Любой Материал Который Вам Удобен Да И Вот Здесь Очень аккуратненько Я Подвожу К Голове Чтобы Так Небушка Наше Дорогое И мы Перекрываем То Что Было До Мы Берем Белый Цвет И Я Прямо Здесь Буду Раскатывать По Облаку Создавать Вот Такое Густое Я Очень Много Беру Краски Потому Что В принципе Моя Живопись Она Супер Объемная И Фактурная Вы Не Обязательно Смотрите На Меня Я Делаю Сейчас Очень Быстро Это Изображение Как Аля Прима Это То же Самое Можно Делать Например Кисточка Вы Можете Вязать Кисточку И Делать Это Кистью Все Будет То же Самое Даже Эффект Будет Другой И Вообще Чем У Творца Больше Материалов Тем Интереснее Живопись Не Бойтесь Менять Можете Той Тряпкой Взять Например Берем Обычную Салфетку И Делаем Вот Такие Вещи Потому Что Тряпка У нас Дает Тот Задний Фон Она Дает Некое Дребезжание Если Мы Посмотрим И Дает Возможность Показать Вот Эту Дымчатость Воздушность Этого Фона Здесь Не хватает Белого Мы Даже Можем Тряпочка Взять И Вот Здесь Привнести Того Самого Белого Пожалуйста И Получилось Плюс Минус Небо Мы Идем Дальше А потом Еще Выровняем Дальше Мы С вами Также Протираем Холст Разбавителем Тряпочкой Можете Разбавить И Начинаем Историю Вот Той Зеленой Пары Которую Мы С вами Говорили Вот Зелень Делаем Зелень Зелень Очень Хорошо Закрывает Другие Цвета И Плюс Минус Показываем Вот Эти Обводим Очертания Рука Рука Наша Вот Здесь Можно Показать Зеленушку Я Делаю Мастихином Потому Что Очень Быстро Можете Делать Как Вам Удобно Мастихином Тряпкой Так Вот Она Здесь Создается И Пишется И Тряпочка Дальше Видите Можно Тряпка Дает Тоже Такой Вот Эффект Того Что Находится За Да За Пределами То есть Это Грязь Которая Хорошо Дает Эффекты Грязевые И Вот Здесь Вот Тоже Зелень Будет Здесь Зелень Вот Здесь Тоже Зелень Покажем Потому Что Здесь Будет За Платком Тоже Какая То Часть Показывается Где Волосы В Принципе Мы С вами Вот Аля Прима На Одном Дыхании Делаем Вот Такое Изображение И Здесь Можно Показать Лес Который Смешивается С Небом Тряпочкой Очень Быстро Можно Вот Эти Вещи Создавать Главное Чтоб Небо Сюда Не Ушло Очень Сильно По Сути Все Достаточно Быстро Просто Приподнимаем Зелень Сюда И Вот Так Вот Делаем Такие Разные Эффекты Можно Пойти В Кисть Можно Пойти В Кисть Потому Что Будет Более Удобно И Нарисовать Какие-то Эффекты Это Уже Ваша Фантазия Какой Вы Делать Будете Именно Дальше Задник Фон Это Будет Зависеть Уже Только От Вас Можете Здесь Я могу Добавить Желтого Показать Вот Он Будет Очень Хорошо Сочетаться Синим Платочком Показать Вот Эти Поля Волосы Развиваются Случайно Получился Эффект И Вот Эта Часть Разная Разная Зелень То есть Суть Чем Заключается Нам Нужно Создать Разную Зелень Не Одного Цвета А Чтобы Она Была Разная Потому Что Чем Богаче Фон Тем Интереснее Рисунок Мы Сейчас Потихонечку Начинаем Воссоздавать Может Быть Даже Это Какие-то Разбеленные Оттенки Будут Сейчас Я Мастихином Разбеляю Кто Что Будет Показано Да Вот Такой Рисунок Вот Здесь Эту Часть Тоже Надо Показать И Наш Здесь Под Платочком Тоже Покажем Зеленушку Показываем Зелень Разную Зелень Зелень Желтый Вот Желтый Он Более Оптимистичный Поэтому Я Его Сейчас Добавляю Тоже В том Числе Это Те Части Которые Будут Поддержка Считаться Мы Сейчас Говорим О Том Правиле В Живописи Которым Называет Свита Делает Короля То То есть В данном Случа У нас Королева Конечно Это Клавдия А дальше Идет Сюжет Который Поддерживает И вот Это Как раз Небо И Зелень И оно Не обязательно Должно быть Четким Оно Не должно Спорить С главным Изображением Поэтому Я Размазываю Где-то Чуть Делаю Невзрачным Относительно Ее Чтобы Прежде всего Бросалось В глаза Именно Сама Актриса Уточняем Шею Шею Лучше Черным Цветом И Мы Еще Уточним Как раз Руку Сгиб Руки И Вот Здесь Уточним Окончание Плечико Вот здесь Показываем И Рука Здесь Не хватает Зеленого Цвета Обратили Внимание Между Рукой Здесь Будет У нас Цвет Зеленый И Рука Цвет Руки Либо Здесь Будет Платье Не знаю Может Кто-то Платье Скажет У меня Вот смотрите Идет Красное Платье Почему-то Такое Оранжевое Наверное Давайте Посмотрим Какое Платье Может быть Вот Может Нейтральное Может Даже Белое Давайте Возьмем Белое Будет Розовое Платье Прям Кисточка Делаю Такое Красивое Розовое Платье Даже Пусть Вот оно С плечами Будет Да Прям Так Делаю Красное С белым Смешиваем Так Напросилось Я думаю Хорошо И на самом деле Если мы с вами Сейчас посмотрим У нас получается Триколор Если мы сейчас Еще белый Добавим Красный Белый Синий Да И обведем Красное Вот такое Платье Будет У нас Угу И вот здесь Будет развиваться У нас Платочек Сейчас мы Упустим Как-то Вот так Что ж У нас Сейчас Основной Момент Мы будем Делать Тот самый Синий Платочек Я беру Это делаю Мастихином Потому что Мне нравится Как работает Масштабно Мастихин И мы Делаем Живопись Одного Жеста То есть Она Идет У нас С вами Вот так Вот Можете Это кисточкой Делать Да И вот Тут У нас Разлетается Где-то Прозрачный Он пусть Будет Вот так Вот Я проскребаю Мастихином Специально Вот он Прозрачный Тот Самый Платок Победы Надежды Любви Сейчас мы Прямо До конца И сюда Вот Самый Тот Самый Платочек Мы Сделаем Пусть Он Даже Вот Здесь Как-то Видите Он Прозрачный Здесь Руку Видно Здесь Например Можно Зеленушку Добавить Вот Он Туда Уходит Может Даже Вот Сюда Тогда Приподнять Платочек Вот Так Что Можно Еще В Указать Указать Руку Вот Здесь Вот Хорошо Смотрится Рука Как будто Она Его Держит Так И вот Здесь Пальчик Например Ее Сделаем Аккуратненько Такой Пальчик Немножечко Укажем Чтобы Было Понятно Что Это Она Держит Руку И у нас Вот По золотому Осечению Как раз Идет Это Изображение Платка Сейчас Будем Уточнять По лицу Еще Немножечко И Сейчас Такие Моменты Когда Мы Просто Уже Все В принципе Доделано Основной Нам Нужно Просто Сейчас Уточнить Там Где Чего-то Не Хватает Это Все И Доиграть Какие-то Элементы Лоб Сделать Побелее Так Это Сейчас Я Убру Я Думаю Что Даже Можно Сделать Повыше Волосы Охристую Краску Берем И Вот Сделаем Причешку По Главное Чтобы Она Соединялась С Голубым Цветом И не Дала Зелень Аккуратно В этом Случай Пожалуйста Вот И Белым Цветом Покажем Кудряшки Вот Эти Вот У меня Пластозно Получилось Вот И Какая-то Кудряшка Вышла За Пределы Это Чуть-чуть Надо Выровнять Вот И Уже Мне Нравится Уже Более Убедительно Сейчас Еще Можно Через Некоторое Время Посмотреть Попозже Чтобы Подровнять Где Чего Не Хватает Потому Что Всегда Нужно Картине Несколько Раз Подойти Потому Что Что-то Может На Следующий Момент Не Устраивать И захочется Дополнить В данном В данном В данном Случа Мы Делаем Аля Прима Это Значит Техника На Одном Дыхании Когда У нас Есть Всего Лишь Полчаса За Которые Мы Пытаемся Высказать Какую-то Поэзию Какую-то Часть Нашего Впечатления Показать Как Мы Это Чувствуем В данном Случа Это Тема Синего Платочка Клавдия Шульженко Которая Исполняет Эту Песню Вдохновляет Бойцов На Фронте И Взывает Быстрее Вернуться Домой Что Удивительно На самом Деле Песню Написал Мелодию К песне Написал Композитор Ежи Петербургский А Саму Мелодию Потом Услышал В театре Эрмитаж Голицкий Драматург Который Тут же Написал Стихи К этой Мелодии И после Выступления С композитором Обсудил Тему Чтобы Выпустить Эту Песню И буквально Через Несколько Дней Уже Пели Ее Артисты Эстрады Но Истинные Словак Песни На самом Деле Написал Лейтенант Максимов Лейтенант Максимов Приехал На Выступление Клавдии Шульженко Она Выступала На фронте Вдохновляла Солдат На победу И Максимов После выступления Подошел К ней И показал Свой текст Свою версию К песне Синий платочек Клавдия Шульженко Когда прочитала Именно этот текст Была вдохновлена Ее вдохновила Та самая История Убедительности Которая Была Пронизана Этими стихами Там была Лирика И Также Была Та самая Мощь Которую Воспевала Наших Солдат Тем Самым Клавдия Сразу же Наложила Текст Песен На Мелодию Начала Петь Именно эту Версию Максимова И Максимов В свою очередь Также Опубликовал Эти стихи На фронтовой газете Дальше Эта газета Разлетелась По фронтам И солдаты Вдохновились И Эта песня Стала для них Любимейшей Особенно Для Пулеметчиков Те слова Когда Строчит Пулеметчик За синий Платочек Вдохновляли И они даже Говорили Что эта песня Про них Так Песня Взывала Всех Быстрее Вернуться Домой С победой Дорогие Мои друзья Я хочу Поблагодарить вас За внимание Что посмотрели Данный ролик И хочу вас Вдохновить На то Чтобы вы создавали Свои версии Про Исполнителей Военных песен И присылайте Свои версии Рисунков К нам на почту До 25 марта И участвуйте В нашем конкурсе Наш международный фестиваль Мои герои Музыка Победы Посвящен Поддержке Исполнителей И артистов Которые Сочиняли Музыкальные Произведения Которые Вдохновляли Людей на победу Участвуйте В нашем фестивале В нашем конкурсе Я буду рада Посмотреть Ваши рисунки Продолжение следует